Самая музыкальная новость недели и событие, которое добавит красок и без того богатому на праздники маю. Главная репетиция Евровидения прошла в Амстердаме. Столица Нидерландов по традиции за месяц до европейского музыкального шоу приняла первую большую вечеринку Евровидения. Туда приехали артисты из 24 стран, это более половины участников конкурса. Журналисты сегодня пишут, что явного лидера пока нет и все решится только в мае в Вене. Вместе с белорусской делегацией на концерте Евровидения побывал Евгений Перлин. Знакомство участников Евровидения прошло именно в Амстердаме. Крупнейшую промо-вечеринку конкурса уже почти 10 лет делают здесь простые энтузиасты и фанаты этого шоу. За организацию концерта Евровидения они не получают зарплаты, но престиж этой встречи подтверждает участие артистов из 24 стран, которые выступят в этом году в Вене. Конечно, артисты друг с другом еще пока не знакомы. Чувствуется какая-то растерянность между ними, но начало положено. В этом и есть наша цель, чтобы они сдружились и в Вене показали классное шоу. В этом году в Амстердаме собрались около 200 журналистов из 30 стран. Сразу после перелета белорусского самолета у Юзари и Маймуны начались интервью. Вопросы задавали в том числе и журналисты из популярных музыкальных изданий Европы. Уже в субботу участников Евровидения пригласили в музей кино Амстердама. Встречали артистов по пути к пресс-руму фанаты Евровидения. Автографы и фотосессия на память. Один из них даже распечатал майку с флагом Беларуси. Я уже не первый год болею за Беларусь. Мне очень нравится ваша страна и артисты. И сейчас я жду Юзари и Маймуну, чтобы сделать селфи с ними. Встреча в Амстердаме была довольно спокойной. И вероятно в этом году Евровидение обойдется без скандалов. А вот интрига появилась букмекеры в растерянности. Журналисты не видят явного лидера. В этом году исполнители решили завоевывать аудиторию конкурса не пиаром, а песнями. Мы сейчас находимся в бывшем музее кино Амстердама. И только что здесь закончилась большая презентация участников Евровидения. Их познакомили друг с другом. Ну и конечно же представили артистов всей прессе. Юзари и Маймуна уже смогли подружиться с представителями Литвы, Македонии и Франции. А австралийскому певцу Гаю Себастьяну подарили фирменную флешку. После общения с прессой Юзари и Маймуна отправились в отель для подготовки к выступлению. Наши участники Евровидения в Амстердаме выступали естественно не в тех костюмах, которые приготовили для Вены. Более того, сценический номер тоже не был раскрыт. Любопытно, что на концерте Евровидения Юзари и Маймуна выступали под тем же 11 номером, под которым им предстоит спеть в первом полуфинале конкурса в Вене 19 мая. Вот так реагирует публика на первое выступление Юзари и Маймуны на первой официальной вечеринке Евровидения в Амстердаме. Фанаты наизусть поют перепев песню «Тайм» и обещают голосовать на конкурсы в Вене. Евгений Перлин, Денис Соколовский, Юрий Рошек. Специально из Амстердама для главного эфира.